всем привет мои дорогие любимые зрители рада видеть вас сегодня у себя на канале сегодня первая рабочая неделя этого года решила с вами так просто поболтать на отвлеченные темы отвечу на вопросы которые вы мне задавали и также расскажу вам один небольшой прикол и спрошу у вас вашего мнения что вы думаете об этой истории и как мне на это реагировать этот прикол случился с некими парфюмерными блогерами и моим каналом поэтому присаживайтесь поудобнее и поехали с вами болтать самый популярный вопрос что было очень для меня удивительно под прошлым видео фактах обо мне меня многие стали спрашивать кто я по гороскопу даже устроили игру угадывали кто я но наверное никто не угадал потому что по гороскопу я дева также меня спрашивали кто я по соционике я даже не знала что это такое соционика нашла тест прошла его и узнала что по соционике я политик наполеон сенсорно-этический экстраверт и кстати мои дорогие вы обо мне все знаете а я о вас ничего не знаю поэтому пишите мне в комментариях кто вы по гороскопу и кто вы по соционике под прошлым видео вы мне задавали также вопросы и вопрос был такой от зрителя каких пар блогеров вы смотрите покупали ли парфюм по их совету ваш в этом опыт у меня разочарование в основном при покупке вслепую происходит но бывает и открытие вслепую я раньше когда сама не вела свой канал не смотрела особо каких-то парфюмерных блогеров очень редко я смотрела один канал там девушка уже несколько лет не выпускает видео сейчас и я покупала парфюмы по ее совету они мне не нравились но вообще блогерская парфюмерная болотца она довольно небольшое здесь на ютубе парфюмерных блогеров которые регулярно выпускают свои видео и не останавливаются и того меньше и я как-то не особо смотрела до того как у меня появился свой канал каких-то блогеров но когда я стала выкладывать свои видео мне youtube стал рекомендовать видео других блогеров я узнала как на самом деле много этих парфюмерных блогеров но на самом деле если так приглядеться и не особо много но времени на просмотры каналов каждого видео парфюмерных блогеров у меня нет потому что я работаю пять дней в неделю также я активно занимаюсь своим youtube каналом выкладываю три видео в неделю кроме того чтобы их выложить нужно придумать тему снять видео и смонтировать видео это тоже занимает очень много времени поэтому смотреть каких-то других блогеров времени нет но периодически я могу посмотреть какое-то видео тех блогеров которые youtube не рекомендуют либо тех блогеров которые пишут мне комментарии с которыми у нас такой своеобразный connect создался вот видео тех блогеров которые меня комментируют я могу посмотреть и кстати обычно мой вкус не особо совпадает с другими парфюмерными блогерами но есть такие каналы которые я раньше даже смотрела даже понимая что вкусы не совпадают но мне было просто интересно смотреть красивая картинка красиво снимают флаконы и так далее а сейчас мои дорогие я с вами поделюсь одной забавной историей про то как парфюмерные блогеры украли у меня мой текст из описания к видео это такой смех короче есть у меня такие преданные подписчики которые знают как выглядит мой канал если вы не знали то под каждым видео есть инфобокс так называемый или описание к видео там кстати заглядывайте смотрите разные интересные ссылки на мои прошлые видео и у меня под каждым моим видео в этом описании был создан такой текстовый кусочек каждое слово в этом текстовом кусочке лично мной прописано и придумано эти слова это не просто слова взятые с потолка это те темы на которые я в хронометрической последовательности снимала свои видео то есть это описание вот этот текстовый блог он у меня периодически под каждым видео меняется в зависимости от того какие тематики у меня были последних видео ставлю вам скрин чтобы вы проще поняли как выглядит этот текстовый блог у меня в описании к каждому моему видео также эти слова отображают естественно тематику моих видео там есть и уникальные слова это такие видео которые я снимала лично со своими названиями у меня даже есть отдельный плейлист вот с тем уникальным словосочетанием которые есть в этом текстовом блоке короче это такое облако связанное с моими видео то есть с их тематикой то есть это не просто слова взятые с потолка эти слова лично мной придуманы и каждый раз эти слова я меняю и начинается этот текстовый блог со слов возможно вы искали и дальше идут эти слова и разделяет их такая ровная палочка и один мой подписчик зная как выглядит мое описание к видео мне присылает скрин сначала одного парфюмерного блогера а затем и другого они украли этот мой блог и вставили себе под видео причем один парфюмерный блогер который уже несколько лет снимает видео на youtube вставил этот мой текст эти мои теги под каждым своим видео даже под старыми видео и абсолютно их не меняя то есть ни одного слова не изменил то есть слово в слово даже со словами возможно вы искали второй парфюмерный блогер догадался убрать слова возможно вы искали но остальные слова остались слово в слово то есть они украли кусок кусок описания к моим видео представляете причем эти люди снимают годами они сидят на ютубе годами но по количеству просмотров мои видео наравне с этими двумя блогерами один кстати из этих блогеров за несколько лет результат у него и по подписчикам и просмотрам намного меньше чем у меня а я снимаю свои видео на парфюмерную тему всего четыре месяца вообще канал у меня и полугода нет и они эти мастодонты youtube скопировали у меня мое описание себе я бы не стала на самом деле вам об этом рассказывать потому что ну скопировали и скопировали это просто забавно это только подтверждает тот факт что они за мной следят они мои видео смотрят хотя они никогда мои видео не комментировали но получается что они меня смотрят они украли мой текст мои теги я бы не стала об этом вам рассказывать если бы не еще одна информация которую также предоставил мне мой преданный подписчик на одном из стриме вот этого второго блогера который по результатам за несколько лет далеко позади меня на одном из своих стримов сидя с моими тегами то есть у него на стриме вот эти мои теги он меня оскорбляет не называя моего имени но речь шла конкретно про меня и вот этот человек этот вот парфюмерный блогер меня оскорбляет сидят с моими украденными тегами вот как вам такое нравится мне просто самой от всей этой ситуации очень смешно на самом деле люди своими поступками показывают свою собственную сущность и то кем на самом деле они являются сидят с моими тегами которые полностью отражают тематику моего канала каждое видео меня оскорбляют вот так мои дорогие такие вот они парфюмерные блогеры я на самом деле не знаю как к этому относиться радоваться этому не радоваться то есть я такой зародыш на ютубе канал зародыш можно сказать на ютубе да и меня уже копируют меня обворовывают и вставляют мое описание в свои видео и в свои стримы и меня же и оскорбляют зависть плохое чувство мои дорогие вот такую вам историю рассказала забавную это случилось буквально вот на днях и напишите мне в комментариях что вы по этому поводу скажете и как мне на это реагировать я бы не стала об этом рассказывать если бы не вот эти оскорбления в стриме а теперь еще хочу поговорить про youtube большинство моих любимых зрителей адекватные люди я вас просто обожаю ценю за то что вы меня смотрите за то что у меня комментируете пишите мне добрые приятные душевные слова но есть такие знаете единицы самых преданных фанатов моих хейтеров мне пишут вот такие вот комментарии почему же они поставили мне пальчик вниз знаете так как я очень люблю изучать поведение людей я поняла что youtube канал свой личный youtube канал это просто супер классное место чтобы изучать поведение людей есть такая народная мудрость у кого чего болит тот о том и говорит помните об этом когда вы пишете какие-то негативные особенно комментарии потому что все ваши боли их так скажем психические психологические они в этих комментариях я заметила такую тенденцию что все эти комментарии в негативном ключе они такие знаете во первых с претензией что им не нравится вот монтаж у меня не такой кофта у меня не такая а говорю я с ошибками коверкаю слова еще во первых они высказывают свои претензии к моей кофте к моей речи к монтажу и так далее во вторых они хотят чтобы я сделал обязательно как они хотят и в третьих они мне пытаются пристыдить вот это самое смешное как тебе не стыдно позор ой посмотрите мое самое первое видео на канале про стыд страх и чужое мнение и вы все поймете как я к чужому мнению и к попыткам меня застыдить отношусь также я абсолютно не диктор я не рекламный представитель парфюмерных компаний я не продавец я не маркетолог я покупаю весь парфюм за свои собственные деньги если я коверкаю название то это только потому что я обычный человек мы с вами друзья я вам как друг как подруга ваша рассказываю о каких-то парфюмах задача правильно произнести какие-то названия абсолютно не стоит потому что у меня здесь не телевидение знаете у меня и так косяков хватает я без вас все знаю и по три раза я проговариваю в одном видео что такое это мое видео лидер по дизлайкам потому что на монтаже мы не успели отсмотреть и пропустили этот кусок не вырезали его я путаю джинджер с инжиром я путаю зайсбург со страсбургом я называю лолита лимпицка не лолита лемпика и не надо меня за это стыдить и я прекрасно знаю все свои ошибки и также на новогоднем видео я говорю про уходящий 2022 год это просто видео обычного живого человека кстати еще интересен феномен дизлайков вот одна зрительница мне писала под одним моим видео что зачем люди ставят дизлайки просто проходите мимо если вам не нравится вот это самая большая загадка youtube у меня кстати есть по моему самых преданных фанатов преданные фанаты это хейтеры у меня под каждым видео постоянно 5 дизлайков поэтому я абсолютно живой человек я не стараюсь выглядеть в ваших глазах лучше чем я есть я абсолютно такая какая я есть да я говорю с ошибками да у нас есть косяки по монтажу но извините я не телевидению у меня нет 20 человек команды в штате поэтому да есть ошибки да я неправильно произношу слова и что и что и что и что ничего короче поняли хейтеры мои да не тратить свое время человек просто сел и написал мне огромный текст потратил время зачем чтобы ему объяснили куда засунуть его пальчик вниз кстати у нас принято очень сильно многие заблуждаются и путают доброту со слабостью никогда не надо это путь то есть знаете отслеживается такая тенденция что люди хотят прямо всех переделать прогнуть под себя какая-то такая претензиозность как будто бы все им должны вдруг с чего с чего вам что-то кто-то должен вам никто ничего не должен короче с этим разобрались кому не нравится мой канал не нравлюсь я проходим мимо всех неадекватных мы людей выгнали сами сейчас мои дорогие и расскажу сейчас что вас интересовало еще обо мне и на хенс мне задает вопрос хочу задать вопрос на тему путешествий куда бы вам хотелось еще раз вернуться какая страна очень понравилось что именно для вас было интересным в этой стране спасибо спасибо и на за интересный вопрос я рассказывала в первом видео факты обо мне что мне очень понравилось сша сша я была в лос-анджелесе была в лас-вегасе была в майами в нью-йорке в орландо и еще в нескольких городах в районе орландо на побережье но я хочу моя мечта также моя мечта была поехать на своей машине из санкт-петербурга в италию что мы сделали прошлом уже позапрошлом 2012 году также у меня мечта проехать с востока сша на запад через все сша очень мне там понравилось я уже рассказывала об этом добрые открытые веселые раскрепощенные свободные люди также я хотела бы тоже совершить такое некое путешествие не знаю может быть на машине или на поезде удобнее конечно наверно машине передвигаться по италии где-нибудь там с севера с озера кома доехать до сицилии и еще в девятнадцатом году с круизом я была в португалии в лиссабоне очень все необычно там португальский язык бразилии говорят на португальском такое ощущение что ты попал в бразилию а моя мечта я не была но я хочу поехать в бразилию хочу поехать в аргентину и в австралию и вот так бы я хотела еще вернуться в португалию и потому что нас там было очень мало времени мы были там с круизом и хотела бы я съездить на мыс рока самая западная точка евразии также меня спрашивали про книги которые на меня повлияли и про фильмы которые мне нравятся про музыку музыку я люблю абсолютно разную мне нравится музыка во-первых мне очень нравится пианино грустная музыка с пианино мне нравится знаете когда идет дождь капельки капают и играет пианино из пианино из таких современных мне нравится композиции людовика и науди ну и также у меня абсолютно разные музыкальные предпочтения и попсу могу послушать и мэрилин мэнсона и рэп могу послушать в общем абсолютно в этом плане всеядный человек в плане музыки какие фильмы я люблю я снимала видео парфюмерный сериал которая собрала меньше всего просмотров это видео где я рассказываю про предполагаемые парфюмы для героев фильмов и вот первый мой выпуск видео было про фильм леон это мой самый любимый фильм с детства у нас он называется леон в штатах он назывался профессионал в прокате еще один мой любимый фильм потому что он снят по моей любимой книге это виктор пелевин generation p и собственно такой же фильм generation п русский если вы не смотрели посмотрите практически с точностью один в один передает книгу хороший фильм знаете вообще почему я люблю пелевина потому что он мыслит нестандартно я люблю людей которые нестандартно мыслят также сериалы мне нравится очень сильно мне понравился сериал true detective особенно первый сезон настоящий детектив и один из самых популярных сериалов breaking bad мне тоже понравился и вот я когда искала вам книги показать которые я люблю я нашла вот такую книгу все о кролике питере смешно что я живу в питере и все о кролике питере книжка в общем я смотрела фильм с рене зельвегер в главной роли фильм назывался мисс поттер она играла реальную девушку женщину беатрис поттер и вот беатрис поттер у нее очень красивая там печальная история любви вообще фильм снят про жизнь на самом деле вот этой вот девушки женщины она рисовала зверей и сочиняла сказки для детей при этом сама она детей своих не имела после просмотра этого фильма я купила вот такую книгу с иллюстрациями этой героини этого фильма беатрис поттер книги которые повлияли на меня может быть я такая странная потому что я их читала первая книга которую обязан прочитать каждый человек виктор пелевин чапаев и пустота виктор пелевин все рассказы виктор пелевин ранее неизданное очень мне нравится его коротенький рассказ затворник и шестипалый виктор пелевин импир в эту книжку я наверное раза три-четыре пересчитывала это последние книги виктор пелевина но я их не смогла осилить признаюсь вам вот той книги ананасная вода для прекрасной дамы снаф и лампа мафусаил или крайне битва чекистов с масонами вот такая книга ее я не осилила и естественно любимая тоже книга generation p она в некой связи эта книга этот рассказ с рассказом empire в вернее импир в вот эта книга импир в раскрывает тайну вот этой книги generation p и естественно вадим зеланд злом техногенные системы это первая книга которую нужно прочитать вообще зеланд он собрал все учения карлоса кастанеды он собрал еще нескольких авторов разные авторы по-разному одно и то же преподносят и зеланд преподносит это одно и то же таким знаете более понятным лично для меня языком идея не на вы но интересно вот эта книга злом техногенные системы и вот такие две книги живая кухня и апокрифический трансерфинг вы кстати как провели эти новогодние каникулы и я как-то меня так расслабило я вообще с трудом шевелилась с трудом что-то делала потому что я так хорошо отдохнула ленилась ничего не делала особо такого с трудом заставила себя очень принципе прибраться какую-то перебрать какие-то флаконы перебрать вещи свои очень сложно и грустно мне было выходить на работу вчера как у вас настроение как ваша первая рабочая неделя для тех кто смотрит меня не из россии у нас россии десятидневные каникулы с 1 по 10 января 21 года и очень сложно начинать работать заставлять себя работать после такого длительного отдыха так что так мои дорогие вот так начинается мой 21 год таких забавных историй конечно знаете всегда проще что-то скопировать чужое чужие идеи украсть проще чем придумать самому напишите мне что вы думаете об этой ситуации с этими парфюмерными блогерами воришками и поставьте этому видео лайк пишите мне кто вы по гороскопу кто вы по соционике и до встречи в новых видео это уже будут парфюмерные видео с вами была света всех целую всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok